У президента Украины нет законных поводов для введения чрезвычайного положения во вторник на внеочередной сессии парламента. Ведь он должен не просто объявить о введении особого режима, но и пройти определенную процедуру. По закону, рекомендации по введению ЧП президент должен получить от СНБО. После в обязательном порядке обратиться к народу через средства массовой информации, предупредить их о введении чрезвычайного положения и дать конкретный срок участникам тех же массовых беспорядков прекратить свои действия. Только тогда указ президента должна утвердить Верховная Рада, после чего он вступит в силу. Вводить чрезвычайное положение без обращения к народу президент может только в том случае, если жизнью и правам граждан угрожает непосредственная опасность. На данный момент говорить о том, что есть основания для введения правового режима чрезвычайного положения без предварительного обращения президента к народу через средства массовой информации, я не могу. То есть, опять же, должен быть по большому счету соблюден данный порядок, указанный в законе. Более того, говорит юрист, сами поводы для введения чрезвычайного положения в Украине сомнительны. Из всех перечисленных в законе причин можно основываться либо на пункте «массовые беспорядки», которые сопровождаются насилием над гражданами, ограничивают их права и свободы, что не до конца соответствует истине, либо на пункте «попытка захвата государственной власти и смены конституционного строя путем насилия». Однако, что именно считать такой попыткой в законе не прописано. Четкого правового определения, какие именно действия подпадают под данные основания введения правового режима чрезвычайного положения, нет. Поэтому это все является предметом оценочных выводов тех, кто будет рекомендовать президенту ввести правовый режим чрезвычайного положения. Точно так же в законе четко не прописано, какие именно ограничения в связи с введением чрезвычайного положения будут предприняты. В законе говорится, что может быть введен комендантский час, цензура, ограничена свобода передвижения и связь. Однако, насколько, документ не говорит. Дело в том, что закон о ЧП в Украине был принят еще в 92-м году, когда негосударственные СМИ, мобильная связь и интернет не были так развиты. Вырубить в стране интернет и мобильную связь, а следовательно и частные медиа, говорят специалисты, значит создать общенациональный коллапс. Не сможет работать банковская налоговая система. Усложняются вызовы экстренных служб, ведь многие отказались от стационарных телефонов, коммуникации между предприятиями. Поэтому, считают специалисты, власть, скорее всего, пойдет на отключение конкретных сайтов. В первую очередь, социальных сетей и независимых СМИ, чтобы свести к минимуму информационное общение между участниками протестов. Ну, провайдеру каким-то образом сообщается это. Выходы связи на провайдера у власти есть. Сообщается о том, что нужно заблокировать IP-адреса. Он прописывает правила маршрутизаторов и блокируется. Пользователям будут выдаваться заглушки, скорее всего. При этом сложно представить, какой механизм может задействовать власть, чтобы довести информацию до всех участников коммуникационного сообщества. Какая армия людей ей понадобится, чтобы контролировать эти процессы. И кому будет поручено контролировать существование чрезвычайного положения. Ведь оно может быть введено на 30 дней. Ведь ЧП еще никогда не вводилось в Украине, да и вообще это нонсенс для демократических стран. Более того, само наличие президентского указа не объявляет Майдан вне закона. Как и другие, в том числе последующие акции протеста, их должны еще запретить суды. По закону о правовом режиме чрезвычайного положения предусмотрено, что во время его введения могут быть запрещены массовые мероприятия. Но в законе есть такое четкое указание, кроме тех, запрет которых может устосляться только судом. А в соответствии с статьей 39 Конституции Украины любые массовые мероприятия могут быть запрещены только судом. То есть, по большому счету, запретить мероприятия массовые просто указом президента невозможно. Поэтому, говорят эксперты, само объявление чрезвычайного положения не гарантирует того, что массовые протесты в Украине прекратятся. А силовой сценарий приведет только к большим жертвам эскалации конфликта и изоляции Украины. Марина Николаев, Владимир Борох, агентство телевидения новости.